Поселок отстояли. Уже после того, как стихию удалось усмирить, специалисты Госпошнадзора сделали первые выводы о причинах пожара. Неосторожное обращение с огнем. Верхчете подожгли свалку на окраине и в Шишкино жгли мусор в одном из дворов. Из-за шквального ветра огонь быстро распространился. Сгорело несколько заборов, баня и две надворные постройки. Но жертвами беспечности селян могли стать целые деревни. Если мы сами себя будем поджигать, естественно, за каждым кустом не поставишь сотрудника полиции, за каждым двором за Байкальцевой края не закрепишь пожарную машину и пожарный расчет. То есть это просто в принципе невозможно. И естественно, на отрушение любого пожара требуется время для того, чтобы собрать силы, средства, перебросить резервы. Это уходит время. А огонь, к сожалению, никого не ждет. Вице-премьер подчеркнул, виновники вчерашних пожаров будут в обязательном порядке найдены и привлечены к ответственности. По прогнозам синоптиков, грядущие праздничные выходные хорошей погодой не порадуют. Шквальный ветер, сушь, короткие грозы. Вице-премьер обратился к забайкальцам, особенно дачникам, с просьбой ничего не жечь ни при подготовке участков к очередному сезону, ни тем более в лесу, поскольку возможны внезапные резкие порывы ветра. Характеризуя ситуацию с лесными пожарами, Холмогоров отметил, что она довольно сложная. Тяжелее всего в восточной части региона, Могочинском, Сретенском и Болейском районах. Осадков там по-прежнему нет, а тушить на земле практически невозможно, техника не пройдет. Борются с пожарами преимущественно силами авиадесанта. Катерина Гудкова, Андрей Козлов для программы «Время новостей».